Конкурс показал, что в России есть исполнители, которые новаторы в вокальном кроссовере. Наш лауреат нашего конкурса, Дмитрий Янковский, прекрасно, я считаю, нашел сочетание классического вокала, современного сегодняшнего языка эстрады, популярного, простым словом мы называем попса, которую он ввел, придал такой колорит ей, что вдруг она зазвучала совсем странным образом. То есть она начала работать на совсем другой образ, на другой имидж работать. Проект Дмитрия Янковского, который я слышал у нас на кроссовере и по телевидению, является вообще ярчайшим примером, ярчайшим вообще явлением именно в жанре кроссовера, классического кроссовера, именно смешение тех, смелое, абсолютно раскованное, абсолютно такой легкий подход и к классическим каким-то вещам музыки, и к эстрадам. То есть совершенно смелое соединение вот этих двух жанров, в середине там еще много всего интересного нюансов, которые размывают даже два этих жанра, которые вроде бы два этих жанра сместились в одном, там внутри еще это происходит, от этого смешения еще рождаются какие-то образы, какие-то явления, звучания, тембры, там все, там все абсолютно потрясающе. Для меня вот до сих пор я вспоминаю, у меня перед глазами стоит эта песня, я ее постоянно напеваю, именно тот вариант, который я слышал от Дмитрия, и я в полном восторге, это действительно является, я думаю, что на мой взгляд, сейчас для меня лично, ну эталон, конечно, сказать будет смело, но это очень сильный, яркий пример вот этого жанра кроссовера. Всех совершенно покорил, и не только на основу публику, покорил вокалист Дмитрий Инговский, который просто вот совершенно взорвал души просто тем настоящим совершенно лучезарным смехом, да, и иронией, и профессионализмом, и вообще как бы новым прочтением и видением того, что они с ребятами, с его коллективом как бы делают совместно, вот, и не осталось никого равнодушным. Именно по этой причине он и получил, можно сказать, практически главный приз, именно приз зрительских симпатий, потому что зал совершенно единодушно дал ему эту премию, вот, и мы лишний раз убедились, что терем-квартет, публика, та, которая приходит на наши события, мы живем на одном дыхании, мы живем одними мыслями, и у нас одно большое сердце на всех. Еще уровень потрясающий, потому что вокально практически пение, это же замечательный камерный ансамбль, который участвовал в этом, потрясающий, профессионально высочайший уровень профессионалы, это уровень, чуть не сказал западный, но я не люблю этого слова, это очень высокий уровень, который могут оценить только профессионалы. Тучи, 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 как люди, как люди, как люди, как люди одни и одни и одни, но все-таки тучи не так жестокие, в дальнем мире. Здесь сложились очень много факторов, которые сработали на эту эффектную и очень высочайшую уровню выступление, это звучание, это появление на сцене, как явление, поэтому здесь и люди и проголосовали за это. Это необычно, здесь и юмор, и не юмор, здесь нет однозначности какой-то в лоб, здесь все очень тонко, все очень сделано интересно, продуманно, профессионально, но я называю все факторы, которые, тут все зайцы убиты, как говорят, убить всех зайцев, вот здесь все зайцы убиты. И Дима здесь, он выступил в роли новатора, да, вот, и понятие неоклассик, да, то есть я считаю, что она гораздо шире, чем вот эти два слова, нео и классик. Вот, и Дима здесь, он выскочил за рамки неоклассик, здесь это гораздо шире, здесь как бы немножко суживает, слово классик суживает, но это как бы я считаю, что классик это такой, можно сказать, что он дает вперед несколько очков этому стилю своему, да, надеясь, что когда-нибудь он станет классикой, да, на что я говорю, что чем кроссовер хорош, то тем, что он никогда не должен становиться классикой, потому что это всегда, вот, в данный момент, в данный момент поиск нового соединения, как-то смотреть вперед и обращаться к наследию классическому. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ